Говоря о детях, мы понимаем о том, что дети, даже хотя они очень маленькие, они могут познать Господа в самом раннем возрасте. Я не говорю просто о нашей семье или о вашей семье, или я говорю о нашей стране, об общине и нашем городе. И просто помните, что когда царь Давид пошёл сражаться с Голиафом, он тогда был молод, но он уже знал основы, он был уже научен путям Божьим. И история такова говорит о том, что он пошёл нести пищу своим братьям, и когда он узнал, что существует такой Голиаф, и там столько дней, и они не могут принять решение, потому что все боятся, кто же пойдёт сражаться. И что вот этот маленький мальчик подразумевает, что ему было где-то 12-13 лет. Ну, пока это ещё никто не утверждает, но примерно предполагает. И когда он предстал перед великаном, он сделал это без страха. И почему он это сделал? Потому что он был уверен в Боге. И он сказал, кто этот необрезанный, вот этот необрезанный филистимлянин, как он может бросать вызов Богу живому? Маленький Давид или юноша, он был просто возмущён, как этот необрезанный филистимлянин бросает вызов живому Богу. Почему он так говорил? Потому что он имел отношение с Богом. Потому что он был пастухом, и всё, что у него было, это арфа, или там, на чём он там играл. И говорится о том, что он очень много проводил время с Богом, и он знал Бога живого, он знал его пути. И поэтому, когда он сказал израильской армии, он обратился и говорит, почему вы позволяете ему кричать на вас каждый день? Почему? Этот маленький Давид говорит, я пойду сражаться с этим маленьким великаном. Маленький великан. В его глазах он был маленький. В глазах израильской армии он был великий. А в глазах Давида он был маленький. И солдаты обернулись к нему, говорят, кто ты? Так ты даже и снаряжение на тебя не одеть, ты упадёшь. Потому что снаряжения были тяжёлые. Они боялись по поводу того, чтобы пойти на сражение. Но Давид не боялся, потому что он провёл многое время с Богом. И он никогда не думал о своём размере. Он всегда думал, насколько велик Бог. И он пошёл в силе Божьей против Голиафа. Потому что он знал, в чём заключается его сила. И он сказал великану, ты идёшь против меня с копьём и мечом, а я иду против тебя именем Господа, Бога Живого. И Бог придаст тебя в руки мои в этот день. И он был той стрелой в руках Бога. И эта стрела летела, она легко летела, и она поразила. И это было, поразила великана, поразила пелистимлянина. И победа была великая. Но опять-таки мы видим, что чтобы Давид был таким с его мировоззрением, родители его обучали, родители научили. И в каком-то возрасте он уже самостоятельно мог принять решение. Он был молод, но Бог его использовал. Правильно? В Старом Завете мы всегда видим, что дети были в религиозных собраниях. Откройте, пожалуйста, Иисуса Навина, 8 главу, 35 стих. Кто-то может прочитать? Иисус Навин, 8, 35. Из всего, что Моисея заповедал Иисусу, не было ни одного слова. И трофон, пожалуйста, микрофон. Ключи, пожалуйста, ключи. Раз, два, раз, два. Из всего, что Моисея заповедал Иисусу, не было ни одного слова, которого Иисус не прочитал бы пред всем собранием Израиля, пред мужами и женами и детьми и пришельцами, находившимися среди них. Заметили, что здесь написано? Что написано, что дети и женщины и взрослые, да? Вот если Писание разделяет на категории, нам очень важно делать ударение, кто же там был из присутствующих. И мы видим, что здесь дети были. И поэтому дети и женщины все вместе, они были включены в поклонение, они не отделялись от общества. И когда шло поклонение Богу Всевышнему, дети, они были там вместе с родителями. В Матвея 18 также сказано, что Ишуа думает о детях. Но об этом мы чуть позже будем говорить. А сейчас откройте, пожалуйста, Марка, 10 глава, 13-17 стих. Марк, 10 глава, с 13 по 17 стих. Открыли? Там написано, приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Заметьте, да? В общем, приносили детей к Ишуа, а там стояли люди, говорили, и не пускали. Вы нашли, да? Марка, 10, с 13 по 17. Увидев то, Ишуа вознегоновал и сказал, «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таково есть Царство Божье. Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божье как дитя, тот не войдет в него, и обняв их, возложил руки на них и благословил». Представьте себе вот эту сценку. Приходят люди, приходят с детьми, и тут одни говорят, не надо сюда приходить, вы стойте там, дети пусть будут далеко. А Ишуа говорит, нет, пустите их. И там написано, вот какая прекрасная картина. «Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божье, как дитя, не войдет, и обняв их, возложил руки на них и благословил». Обнял. Он взял этих деток, возможно, он посадил одного на колени, другого на второе колено, может быть, кто-то обнял его, или они вместе, представляете, эту картину, да? Или на плечи, вот мы видели картинки, но я не знаю. Но я предполагаю, что это была очень красивая картина, как Ишуа взял вокруг себя детей, показать пример родителям, что вы не отталкиваете этих детей, потому что Царство Божье, оно, если вы не будете как дети, вы не войдете в Царство Божье. И Писание говорит, что они были вместе. Опять-таки, взрослые мы видим, и дети мы видим. И Ишуа учит о супружестве, о спасении и о детях. Если вы дальше будете читать в этой главе, вы увидите, о чем он учит, и также акцентирует внимание о детях. Пускайте детей приходить ко мне, не удерживайте. И Ишуа уделял время детям. Он думал и считал их важными. Он служил им, и он сказал ученикам, чтобы ученики были как дети. Почему? Есть некоторые пункты, почему мы должны служить детям, почему мы должны уделять время, почему это важно уделять время. Один из пунктов. Первое. Дети очень гибкие в разуме. Например, знаете, детки легко прощают. Вот если их обидеть, что-то сказал, они сразу заплакали, они очень чувствительны. Но если ты попросишь прощения, они быстро прощают, и потом раз, как будто ничего не произошло. Новая страница начала. И они забывают. Они прощают, и они забывают. Поэтому Ишуа говорит, что будьте как дети. Второе. Они легко формируются. Они как мокрый цемент, они как глина или как пластилин. Какую форму ты будешь строить, такая форма и будет. И как мы их сформируем, так они будут служить Богу. От нас очень много зависит. Дети не религиозные. Третье. Они не религиозные. Они говорят, что думают. Дети могут петь песню дома, в маленькой комнате. Они будут так красноречиво петь, они будут так славить Господа, так хлопать, так танцевать. И когда они придут в общину, или в церковь, или на улице, они будут эту же песню, так же само петь, так же само танцевать, так же само хлопать. Они не религиозные. Вот они, вот если понимают, вот так вот, их маленький разум, вот так воспринимает, и это говорит о том, что они чисты и невинны, и они восприимчивы. Очень легко. И они чувствительны. Далее. Их легко приводить к Ишуа. У них несформированное мнение. Поэтому пока они маленькие, мы можем влиять на формирование их мнения. И очень важно, чтобы мнение формировалось на основании Слова Божьего, что Библия говорит. И я объясню, почему Ишуа сказал, принесите их ко мне. Потому что Он хочет, чтобы мы наставляли, чтобы мы учили, чтобы мы учили путям Господним. И есть вещи, которым мы должны научиться у детей. Вот таким вот этим вещам, которые я только что говорила. В некоторых вещах Ишуа говорит, чтобы мы учились у детей. На нас есть большая ответственность, что мы должны их учить путям Божьим, но с другой стороны, мы должны быть как дети. Апостол Павел говорит 1 Коринфянам, 14 глава и 12 стих. 20 стих. 1 Коринфянам, 14, 20. Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетними. Другими словами, верьте, доверяйте, будьте чувствительны, но по уму будьте совершеннолетними. Ишуа думал, и он знал, что дети всё замечают. Так что мы тоже должны думать то же самое, что Ишуа. И что Ишуа думал о детях, нам тоже необходимо понимать то же самое, что он думал о них. потому что дети нуждаются в Господе. Иоанна 3, 16 говорит так, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, всякий верующий не погиб. Под словом «всякий» это и все возрастные категории, и дети, и взрослые, и пожилые люди. И Ишуа пришёл за каждым. Не просто вот такого маленького роста или такого большого. За всех он пришёл. Матвея 18 глава говорится о том, как эти маленькие дети легко верят. Они верят легко и доверяют очень легко. Римлянам 10 глава. Вы просто можете записать, а потом посмотреть в своё свободное время те места Писания, которые мы не говорим. Римлянам 10, 13. Написано «Ибо всякий, кто призовёт имя Господне, спасётся». Так что всякий, кто верит в Господа, в Ишуа, тот имеет спасение. И Господь не хочет, чтобы кто-либо погиб. И поэтому Господь использует детей. Бог может говорить к ним, к самым маленьким. В Писании мы видим очень много примеров, как Бог говорил детям. Помните, этот мальчик Самуил, да? Он слышал голос Бога, но он не понимал, что это за голос. А Господь говорил к нему, а он не понимал. И когда он пошёл и рассказал, то ему сказали, что нужно ответить и как нужно себя вести. Другими словами, что он был наставлен, как дальше поступать. И потом мы видим, что Самуил был великий, Бог использовал велико в Израиле Самуила до конца его дней. Но вообще сама история Самуила, она очень уникальна. Помните, да? Мы говорили, что его мама не могла рожать детей. И это в начале урока мы говорили, что Елкана говорит, ну что, я могу быть тебе лучше десяти сыновей, почему ты такая расстроена? А она так хотела ребёнка. И Господь дал этого ребёнка, но она сказала обещание, что Господь, если ты мне дашь ребёнка, то я отдам тебе этого ребёнка. И представьте себе, написано, что когда она ещё кормила, когда время закончилось кормить, а в Израиле говорят, что там до трёх лет кормили грудью. Представьте себе, три годика и мальчика отдают. И представьте себе, Елизавету, она имела сына всего лишь три года. Какая её была великая вера, она хотела ребёнка, Бог дал ребёнка. И с какой верой она отдала на служение Богу. И тут этот мальчик лежит, и тут Бог к нему говорит. И он, конечно, не понимает, но потом, когда был наставлен опять, и он был научаем в этом доме. Самуил был маленьким, когда он посвящён был Господу, ещё до того, когда он был зачат, и далее он был полностью предан Господу. Так что мы можем молиться о тех детях, которые ещё не рождены, молиться о них, когда они находятся в очреве матери. И часто дети могут открыть нам такую дверь, которую взрослые могут не открывать. Была такая семья, вот миссионеры поехали в Южную Америку, а там в Южной Америке очень такие тёмнокожие люди. А это миссионерская семья, девочка была блондинка-блондинка, а родители, мама, папа, братья были такие вот, ну, шатены. И куда они бы ни ходили, эта девочка, только она просто открывала двери, которые не открывались ни перед кем. И завязывался разговор, и потом папа начал проповедовать, говорить, и многие люди спасались, вот именно потому, что эта девочка, Бог использовал девочку из-за её цвета волос и цвета кожи свидетельствовать о Господе. Вот такие вот чудеса вот происходили, да. И я помню, у нас, мы когда приехали, сюда приехали, и моя сестра жила ещё, и наши дети, мы завозили детей наших на лето к ней. И я помню, у неё были рабочие пришли, неверующие. Моя сестра пригласила людей, и когда кушали, все вокруг собрались и начинали кушать, наши дети сидели и не кушали. И говорят, а почему вы не молитесь? Они вслух говорят, почему вы не молитесь? А те не понимают, о чём речь. Они даже не знали, что у моей сестры это мои дети. И говорят, а что нужно молиться? Он говорит, ну да, ну ты молись. И они брали, закрывали их глаза и молились. И моя сестра говорит, Таня, представляешь, они тоже останавливались и тоже закрывали глаза, вот эти мужчины, и тоже молились. Я просто была удивлена. Я говорю, слушайте, слава Богу, что вот так вот бескомпромиссно нужно было молиться. Или же, я помню, было время, когда Роман был, ему было три годика в садике, мы учились в библейской школе, и мы приходим забирать, учителя плачут. Он говорит, слушайте, вы не представляете, у них был урок, детский урок. Учили причастие, ну что такое кровь, ешуа, что такое хлеб, и это, и там распределили, и дети говорили слово. И говорит, Рома, такое слово сказал три годика, что говорит, мы, такое присутствие Божие пришло, что мы все плакали, учителя, и это было трудно поверить, но мы, конечно, поверили, и потом, когда библейская школа, из-за того, что он знал писание наизусть, очень много стихов, потому что мы учили, вот, ему было уже здесь уже шесть лет, когда мы приедем, но мы уже приехали в Одессу, шесть лет, и много стихов писания просто наизусть заучивали, вот, было время, вот, сажала их дома, их трое было, вот, на стульчике, и я тоже садилась, и мы изубрили стихи, и потом студенты удивлялись, какие он проповеди говорил, на самом деле, вот, на основании того, что он просто знал писание наизусть, и не потому, что он придумывал там что-то, а он просто цитировал писание, и настолько сильно, люди просто удивлялись, как это шестилетний ребенок может знать столько писания, ведь я не знаю, вот сейчас наверняка он не помнит все эти писания, которые мы тогда изучали, а как получалось, писались стихи, большие, вот такие, вот, развешивались по дому, или на холодильнике, или вот так вот, или в комнате, и это влияет, это приносит плод, это на самом деле те семена, которые сеются. И я к тому, что дети даже сейчас могут служить Богу, что нет возраста для Бога, и помните, еще одно место писания, еврейская служанка в доме Неймана, помните, она была причиной исцеления, чтобы Нейман, полководец получил исцеление. Представьте себе, она знала, она знала источник исцеления, и написано, что это она была девочкой, и тут полководец, и тут он больной, и какая-то девочка объясняет какую-то историю, да, что, и начинает рассказывать о Боге Израиле, что есть такой Бог, что есть он такой живой, и опять-таки, откуда она это знала? Это потому, что опять замечаем, что она была взращена в доме, где уставы Божьи, они были приоритетными, они были на первом месте, и дети были научены, это было, это не было выборочно, но все-таки чувствовал, что ответственность была на родителей, и мы видим результат в детях, да, что дети, 12-летняя девочка, она говорит с полководцем, я не знаю, как вас, но меня это очень впечатляет, меня это очень вдохновляет, и благодарна Богу за таких родителей, конечно, хочу тоже такой быть мамой. Помните Даниила, да, когда он был маленьким, он был так же уведен из дома, когда я говорю маленький, мы говорим о подростковом возрасте, я считаю, что это тоже маленький, и он мог бы сказать, ну, теперь мне не нужно повиноваться ни маме, не папе, ой, конечно, я убежал с дома, ой, как мне это все надоело, исполнять эти все приказы и желания родительские, и теперь я вот порадуюсь жизни, вот теперь будет свобода моя, мог бы так сказать, правильно? Но его забрали, чтобы служить, где, при царском доме, да, и казалось бы, все мог бы испытать, и прелесть этого мира, но нет, что-то его удерживало, что-то его останавливало, я сказал, я буду следовать путям Господним, даже в чужой земле, даже когда, если я буду там, где мне не нравится быть, но я все равно буду следовать Богу, я буду помнить, к чему меня научили мои родители, я буду стоять за Бога, и у него было много таких возможностей поступить так, и мы видим опять из Писания, что когда он поступал по-божьему, и каждый раз, когда он поступал, мы видим, что какие чудеса происходили, и Бог использовал, и Бог почитал его. У нас был раньше, здесь с нами, много лет назад, была одна семья, Питер и Джинни Бендестур, я не знаю, может быть, вы знаете их, нет, у них был мальчик Джошуа, Алина помнит, этот мальчик был тоже научен путям Божьим, и когда они здесь в Одессе останавливали такси, он первым делом, когда садился в машину, говорил, вы знаете, что Иисус любит вас, и все, это открывало двери для водителя, для родителей, говорит им, вау, кто-то такой, что-то такой, маленький мальчик, да, так что очень-очень важно учить деток маленьких, да, вот, был еще один такой случай, один отец ехал за рулем, а мальчик сзади, и тут ни с того ни с сего начал петь, придумывать, ну, сам придумал, что я повелеваю тебе, сатана, уйди, забери свое оружие, убеги отсюда, потому что я, бог дал мне власть, и я побеждаю тебя, типа, и наступлю на тебя, поэтому отойди, и отец был удивлен, слушай, с чего ты, он начал просто вот так петь, 4 года, и говорит, и когда они подъезжают к светофору, у них зеленый свет, а здесь красный, и машина на красный свет поехала, он говорит, еще бы секунда, и все, и полностью авария бы случилась, конечно же, этот отец, тогда было ясно, что это была ходатайственная молитва этого мальчика, просто вот так, иногда, когда дети, научены путям Божьим, Бог будет использовать детей, и иногда мы не можем и не понимать, почему они говорят так или иначе, но Бог использует их. Даниила 11.32 Если кто-то нашел, можете прочитать. Кто нашел, спрашиваете? Ладно, я нашла. Даниила 11.32 Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Люди, чтущие своего Бога, они будут действовать. Дети, которые знают Бога, они усилятся и будут действовать. Аминь. И это может быть то поколение, которое дождется возвращения Ишуа. И наши сегодня дети очень сильно используются Богом могущественно. Поэтому нам необходимо наставлять наших деток. Нам необходимо учить. Вы знаете, что дети как губки. Они впитывают все, что окружает. Они все замечают. Я уже говорила о том, что об этом мокром цементе, да, и что мы можем формировать их жизни, и они как пустая видеокассета. Вот это, вот то, что я с вами сейчас поделюсь, оно мне, вот это понимание мне настолько помогло в жизни при воспитании детей. И я думаю, что те из вас, кто родители, меня поймут, кто еще не родители. Просто если вы запомните, я верю, что оно вам очень поможет, что дети и воспитание детей, когда Бог дает нам, это как видеокассета. И видео с ребенком, это как Бог дает видеокассету. И эта видеокассета, она пустая. И как вы будете воспитывать своего ребенка, оно все будет записываться. И ничего нельзя стереть. Ничего. Все, что вы запишите в их жизни, оно все будет запечатлять. И, например, это мне помогало, например, когда я злилась. Бывало такое? Я не знаю, может быть, у вас не бывало, только я у меня бывало, потому что у меня их было трое, они были очень один за другим. И было тяжело, трудно. Вот они, они были очень энергичные, очень веселые, очень, ну, энергии. есть дети, которые очень спокойные, но наши детки были очень активны, я бы сказала, очень суперактивны. не знаю, гипер, не гипер, но и вот это понимание, что если они что-то совершали, чтобы дисциплинировать, чтобы не злиться, в злости не наказывать их, это было очень важно, потому что я понимала, что если я буду наказывать в злости, да, во-первых, это грех перед Богом, чтобы наказывать их, когда ты злишься. И второе, что я пишу кассету, и эта кассета пишется в их жизни. И поэтому, прежде чем наказывать, у нас был такой обычай, что прежде чем наказание, мы должны были обсудить сначала. Мы садились, останавливались, и с каждым говорили, ты понимаешь, что произошло, и вот когда мы говорили, и когда я понимала, что ребенок не понимает, я не могла его наказывать или дисциплинировать, если он не понимал за что. И когда ты понимаешь, понимаешь, а потом ты понимаешь, что я не хочу этого делать, но на мне ответственность, ты один раз делал, второй раз делал, и я не могу, я должна тебя наказать, потому что потом меня Бог спросит, почему ты не наказывала, почему ты не применял розыску, И я верю, что пойдет на пользу. И вот здесь Рома, так оно было, и потом они ложились, они ложились, и я брала ремешок, или там был у нас мистер спун, мистер спун у нас был, это деревянная такая ложечка, знаете, ложечка. И она была в определенном месте. Для чего? Потому что, чтобы не наказывать детей рукой, или бить рукой, это не приветствовалось у нас в доме. Для чего? Для того, чтобы вот этот мистер спун, это как метод наказания, чтобы они знали, чтобы они не злились на маму или на папу, что вот они сейчас не знают, с какого подхода подойдет. Но когда уже пришло время, поняли-поняли, так, несите мистер спун. И они были, они знали, где этот мистер спун, и все приносили, да. И я помню, мы перестали их наказывать, наверное, уже когда было им лет, после бармицвы или до бармицвы. И потому что, когда я уже бью, они смеются, да, но ложились по заднице, да. И я думаю, слушай, оно не работает. И тогда пошел другой вид дисциплины, это пошел вид отбирания привилегий. Это опять-таки на каждом этапе нужно учиться наказывать, привилегии забирать, да. И это тоже работает. Это еще работает сильнее, чем вот эти вот мистер спуны, да, помогают. Ну, это было такое небольшое отвлечение, как наставлять путям Божьим. А, и после всего мы молились. После вот этого процесса. И мы обнимались. И просто нужно было быть уверенным, что все, мы на одной волне. Так что идем дальше. Важно, чтобы люди знали своего Бога. Вы знаете, что половина популяции Земли — это дети. В курсе? Так вот я вам говорю, половина популяции Земли — это дети. Так что они составляют большую часть Земли. А теперь подумайте о мире и о миссиях, и сколько людей служат детям. И насколько честны мы, когда мы подходим к вопросу вообще, любым вопросам, и рассматриваем ли мы вообще детские вопросы служения детям. Я молюсь, чтобы некоторые из вас были призваны на детское служение, чтобы вы увидели важность, что Бог может использовать, чтобы было намного больше таких людей, которые, знаете, записывают эти кассеты и жизни с положительным влиянием в жизни людей, деток, которые когда-то станут взрослыми, и жизни будут измененными. И это они смогут принести изменения в общество. Чтобы эти дети были вашими мишенями, чтобы дети, которые смогут достичь Божьего призвания, чтобы они были как эти плодородные почвы, потому что их легче наставить. Их почва более плодородная, и эта почва является их сердца. И они очень благодарны будут вам. И тем не менее в мировых миссиях евангелизация — это только всего лишь немногие служат детям. Лишь немногие говорят «это моё служение». Я верю, что Господь в это время поднимает детских служителей, поднимает детское служение, поднимает важность и аспект, что важно служить детям, важно смотреть на них с Божьей точки зрения, как Бог смотрит. И лучше воспитать детей, чтобы они знали Господа, чем позже ремонтировать взрослые жизни. И если вы согласны со мной, да? Да. Потому что когда взрослые, проблемы приходят. Или когда уже человек взрослый, и через трудности, через проблемы он приходит к Богу. И когда ты начинаешь помогать ему, решать его вопросы, то обычно мы возвращаемся в их детство. И проблемы начинаются в детстве. Корневые проблемы, почему человек стал взрослым таким, или почему у него проблемы случились, или обстоятельства в жизни, это потому что ключи — это детство. И поэтому, чтобы не ремонтировать, лучше воспитывать. И так что нам нужно оказывать на них влияние, положительное влияние, пока они молодые, пока они впечатлительные. И я один раз читала американский журнал, и одна женщина, она мужская женщина, но она мужская женщина, но она имела это понимание служить детям. И она помогала детям по всему миру, какие нужды там были. И когда ее спросили, почему вы такая успешная и такая влиятельная, почему вы ездите в эти бедные страны, вы бы жили своей жизнью, что вы... Она говорит, знаете, 10 лет пройдет, 100 лет пройдет, и не будет иметь значения, какой у меня банковский счет. 100 лет пройдет, и не будет важно, в каком доме я жила, или на какой машине я ездила, или... Но мир может стать другим, потому что я была важна для этих детей, и эти жизни детей изменились, и поэтому для меня это стоит. И вы знаете, то же самое меня спрашивали. Когда мы решили сюда приехать, все наши друзья, которые были близкими друзьями, почему-то внезапно они даже перестали даже разговаривать. Как вы приехали и уехали? А мне почему-то вот... Ну не важно, вот то, что я вам сказала, ну не важно. У нас был бизнес, ну у нас был бы прекрасный дом, мы собирались покупать дом, и Валентин собирался умножать свой бизнес. У нас очень хорошо было, финансово было хорошо, и тут мы все оставили, мы мебель пораздавали, там единственное, что мы... кое-что мы продали, в основном все раздали. И все говорили, ненормальное. И закончила карьера, все выглядело, все такое шикарное было, потому что в дизайнерской школе мне дали титул самого лучшего дизайнера, и думали, что я будущая звезда. Вот так говорили в Америке, что вот это будущее, вы о ней еще увидите, вы о ней еще почитаете, вот так говорили мои профессора. И тут, когда я им сказала, что я еду на миссию, они сказали, что ты делаешь, ты зачем губишь свою жизнь, свою карьеру? И вы знаете, я сегодня, смотря назад, я не жалею ни грамма, потому что, ну что, имела бы дом, ну и что, имела бы машину хорошую, ну и что, и это. А здесь я имею людей, вас, а сколько людей покаялось, а сколько людей, ну вообще, ну, когда ты смотришь Божьими глазами, ты не можешь определить или соразмерить ценность, когда ты служишь Господу, и ничего не жалко, честно, ничего не жалко. Поэтому все пройдет, но мы должны передать любовь Ишуа, неся служение, и когда воспитываем детей, потому что наши дети передадут другому поколению, а те другому и те другим. Скажите, пожалуйста, кто сегодня, на сегодняшний момент вовлечен в детское служение? Сегодня, да? Окей. Некоторые из вас сейчас. И на следующем занятии я буду делиться некоторыми практическими вещами, как служить деткам. И те из вас, которые служат взрослым, могут воспользоваться так же самое. Так же самое. И теми приспособлениями, которые я буду говорить. И все, что нужно, это будем представлять простой евангелик. А теперь, если у вас есть желание, давайте помолимся, да? Господь, я благодарю Тебя за Твое слово, что Ты не оставляешь детей. Спасибо, что Ты служишь детям и учишь нас, как служить им. Я молюсь за этот класс, я молюсь за каждого здесь, в этом классе. Покажи ценность и важность этого учения, что каждый из них может и способен учить детей. И покажи, как достигать детей. Измезни сердца, Господь, чтобы мы думали, как Ты думаешь, как лучше нести Евангелие. И что Евангелие не только для взрослых, но и для детей. Открой наши сердца, чтобы мы узнали, что Ты хочешь, что делать с детьми. Отец, Ишо благословлял детей. И я знаю, что Ты хочешь, чтобы мы благословляли. И я молюсь, чтобы мы продолжали ободрять деток, чтобы мы продолжали наставлять их, учить их Твоим путям. И чтобы мы приготовили детей служению Тебе. И пусть они знают, что Ты улыбаешься им. Господь, я знаю, что нет благодарности от людей, когда Ты служишь детям. Но я знаю, Господь, что Ты знаешь, Ты видишь. Я знаю, что Ты отблагодаришь свое время за то, что они служат детям. И запечатляй, Господь, понимание в наших сердцах. И если есть что-то, что Ты не хочешь, чтобы мы помнили, стери с нашей памяти. Господь, запечатли то, что Ты хочешь. И благослови, Господь, благослови, дай свое понимание и откровение, Господь. И Твое помазание будет на каждом, Господь, в понимании призвания для детей. Во имя Ишио, Мессия. Аминь.